Я ещё помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей Земли. Мы возводили огромные города и стекла, и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рождён, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Семь миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землёй, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишила чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков, смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что всё получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на её пути. И с каждым днём их становилось всё меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землёй. Пусть меня считают идиотом. Но если остался ещё хоть осколок того, старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Держись, Тёма! Сейчас мы тебе вольём свежей спартанской крови! Артём, проснулся наконец-то Доктор сказал, всё будет хорошо Ты меня окончательно со свету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернёшься? Ты пойми, нет там никого Некого искать, не с кем говорить Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили Смирись ты наконец Выжили только мы Полковник! Здравствуй, Саныч! Всё не успокоишься никак Упёрся как баран Сколько я тебе уже говорил О себе не думаешь, это ладно, твоё дело Хоть убейся из-за фантазий своих Но ты о ней думал, она же тебя дурака любит Папа, не надо Ты из ордена ушёл ради этого И я тебя тогда понял Хотя после Д6 людей жуть как не хватает Но теперь завязывай с этими походами Есть метро и точка Больше никого И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы То кто? Ах, ты я вижу уже в норме Собирайся помаленьку Как будешь готов? Обсудим ваш переезд в полис Пойдём, надо поговорить Я сейчас врача позову А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся Артём, мы вас опять вытянули с того света, но Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым А вы постоянно приносите её сверху радиоактивной Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо Я не гарантирую, что смогу вытянуть ещё раз, понимаете? Молодцы всё же спартанцы Артёма выручили Да, молодцы, здоровяки и такие Честно говоря, я уж не помню, когда таких видел Немедленно возвращайся в поле Да уж Только вот на поверхность слишком часто ходят О, какие люди! Артём! Здоров как бык! Но ты, брат, конечно, дал Артёмыч, как ты дорогой Вижу жив, бродяга Ардон, Ардон! Мы сейчас устроим пик! Артёмыч, ещё пяток шрамов и ты будешь неотразим в каждой луже Как там? Ноль лёд! Оставьте парню в покое С возвращением, Артём Ладно, всё, разошлись Ладно, всё, разошлись Даю вам два часа на всё про всё Ура! Ура! А у меня как раз с собой было Эх, мальчики Ну вот, начинается Только близни, как в прошлый раз Держись, Артём! Держись, Артём Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно Когда зимитр щёлкает Ну что? Да ещё и эти вон, красавцы Летают там, каркают Родной, пойдём домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит Молчит, Артём, потому что умер Загулялись мы, пора фильтры менять Ох, отец меня убьёт, если узнает, что я с тобой пошла А если узнает, что мы были в закрытой Ганзой зоне Ты тут все руины уже обладил? Убейте с ней Убейте с ней Убейте с ней Ох, отец меня Убейте с ней Может, всё же вернёшься в орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает Потому что, если не мы, то кто? Квартира Со своей кухней И душем Так, давай по одному Чтобы не завалилось Теперь ты Самое худшее, пожалуй, позади Чёрт! Слышал? Ещё раз! Как ты цел? Аминь? Вы слышали где ж, zerна, крышечка не стоит Не станет Но мне не дворец Покажите Давай поднимемся Теперь вся пыльба Твоя що не пить Продолжение следует... 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 Зачем? Почему вы прячете Москву от мира? И мир от Москвы? Да потому что война все еще идет. А вы как дети малы. Скоро вся охрана здесь будет. Черт. Не стреляйте. И Тёма? Я с ним. С вами. Бежать вам надо. Ваше. Оно вместе лежало. Я её махнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана. Вам надо пробраться через двор. Вон в те двери, откуда охрана выбегает. Быстрее, сюда. Идемте. Кто вы? Ярмак Андрей Николаевич, машинист паровоза. Бегите. Главное, проберитесь в ангар. А там Бог даст вырезу вас. А меня не знают. Внимание не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... Позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо. Вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно. И индикатор не горит. И фонарик не включай с реомоба заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Ага. И самая не такие как-то. Вот в поле винтовки вузы. Не забывай обратно встал. Банка агент ухаживает под гражданских кофе. Банка агент ухаживает под гражданских кофе. Банка агент ухаживает под граждан. 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 Артём, отлично. Мы внутри. Теперь осталось найти Ермака. Ага, вон и паровоз. Спускайся к серву и проверьте Ермак. Так точно. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. А я тебе говорю, там за воротами шумело что-то. Нет там никого и быть не может. Что это там за субы? Что это там за субы? Что это там за субы? Какой ты, кажется, слышал. Куда? Ну что? Нашёл? Что-то случилось. Надо его найти. Группа Д, занять генераторную. Всё. Ага, вот слаб. Слабь на герой. Подождём, пока они уберутся. Ну да, а паровоз ты за меня... ... ...вын. ...вын. ...последний. ...вын. 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 так времени мало скоро охрана вернется я на паровоз он вроде как подготовлен вы давайте наверх включите поворотный механизм ну и по сторонам артем быстрее включай поворотный круг тревога всем группам немедленно в ангар а а а а Внимание! 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 Чёрт! Артём, не отпускай! Ничего себе! Ты как, живой? Немягкий! На платформе ручной привод есть! Им конец! Уважаем! Уважаем! Уважаем. Они застрилили, то что я один из-за своего сигнал антиби! Продолжение следует... Ещё! Ещё! Пойдём! Давай! Есть! Скорее! 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 Мы вырвались! База! Взяли машиниста с румя сообществом! Идём! Понял база! Конец пяти! Так! Этих в расход! Машиниста! Я не понял! Что значит в расход? Не лезь! Не смей своё дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе всё объяснит! Товарищ полковник! Тут такое... Папа! Ребята! Это вы! Помогите! Понятно, папа! Товарищ полковник! Товарищ полковник! Это трибунал! Всем вам! Так! Чем заткнуться? Невероятно! Невероятно! Чёрт! Так это правда?! Ты на них досташь! Замолчи! Как вы так пытались? А зачем не лазь? Ты не сдавляешь вашему тенгли. А не кинешься, кто клинк! Ганзит! Этого так не оставь! Наблюдашь, что они не сгонят! Нет! Не замолчи! Зачем нужна эта тенка? Почему кто скрывает что Москва? Неонавс? Отец, что там по железной дороге впереди? Да стой, две минуты километра, дорога в норме! Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно, они ветер вызывают! Значит так, мужики, Артем, Санька и мои сейчас такого наворотили! В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну в общем, мне увезти их надо, пока все не уляпывается! А вы оставайтесь! Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке отношения не имеют! Я нихера не понял, но за ребят буду драться! Конечно! Все, Маня, родинаш их не хрустает! Есть ли мы, Мир, Казо! Ладно, спартанцы, как айтик-запорцы, Олликсия! Артем, сошли, мы на следующий воздух. Спасибо, что поддержали. Им ведь он тоже ничего не говорил. Друзья, лет мы сидим в утро, что весь мир во время войны. А в самом деле в Москву родились радио глушения. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всему! Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками! В противном случае будет открыт огонь на поражение! Ох, сука, сколько же на нем брони навешано! А пулеметы же? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все сделал вообще! Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! Ох, черт! Ты как? Порядок? Царапина? Все, все! Ох, выливаемся! Но тормоза тут не к черту! Ермак начинает спавлять ход. Пусть думают, мы послушаемся. Это ты правильно решил тормозить! Сразу видно, разумный человек! Я не знаю, что ты здесь! Гранатами мы только краску поцарапаем! А если их внутри? Взрывчатки маловато! Разве что всю в топку им засунуть! Товарищ полковник, разрешите мне! Добровольцев здесь назначаю я! Пойдет Артем! Почему Артем? Он эту кашу завалил ему и раскребывать! Артем, как ты тормозил, прыгай! А я этого пока отвлеку! Ты что ли я тут, Борис? Я, я! Некуда там ехать, Мельник! Ты не бывал дальше, а мы бывали! Так а мы просто отъехать решили! От эмоций лишних! А вы сразу стрелять начали! Остановлюсь! Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам! Сам понимаешь! Это дезертирство! Предательство! Охренел, паскуда! Меня предатели! А если не предатель? Куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение! Если не остановишь, значит завербовали тебя! К хозяевам, значит, бежишь! Решили уже все, да? Но от нас туда трибунала не довезут! Ты мне думать и заговаривай! Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас! Мы вам сколько лет служили верой, правдой! Кровь жалели! Врагу продался? Да не нас забрал! А ты! Придатка! Я в жизни служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За Родину! За людей! Понял? Но не ради тебя, Книда! Враг! Ваше время истекло, полковник Мельник! Мы избавляем ход! Тормоза не к черту! Не волнуйтесь! Мои люди помогут вам разобраться! Мои команды! Найдем! Тормоз готов к тормозе! Вижу противника! Маши! Возвращение! Возвращение! Привота! Возвращение! Возвращение! Ну, сука! Ну, все! Теперь ты доигрался! Теперь и тебя, и приспустить двоих! И зубнику твою уже нигде не терпиров! Как собак бешеных! Пулю и в тюре! Лично! Лично тебя прицелю! И не в задылок! В рот у твоих! Книда кровавая! Отставить, по-видимому! Внешной избег! Огонь! Огонь! Артем, скорее, сейчас кровь не разведут! Не-не-не! Не стреляй! Не стреляй! Я просто кочегар! Я не смею! Меня заставили! Только не стреляй! Артем! Бомбу ставь! Как можно ближе к котлу! А-а-а-а-а! Держись! Держись! О-о-о! 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 Артем, ты цел? Слава богу! Поздравляю! Поздравляю! Теперь мы не просто предатели! А самые настоящие вражеские диверсанты получаемся! Мы стоим сотни километров от Москвы! Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились! Но эта потрясающая новость никого особо не радует! Ребята не понимают, что делать дальше, а лично я жду ответов на вопросы! И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах! Продолжение следует... Точно перепроверили? Да, точно! Фон в норме! И у Степана тоже норма на дозиметре! Можно дышать без масок! Так... Значит, не врали! Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена! Объясни, наконец, хоть что-нибудь! Хорошо! Начну с главного! Война не окончена! То есть, как это не окончено? Не перебивай! Большая часть городов уничтожена! Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником! Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни! Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП! Сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы! Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки! И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих! А раньше сказать было нельзя, когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и... мечтой! Нет, нельзя! Я сам доступ получил полгода назад! Под грифом «Расскажешь – сдохнешь»! Ребятам врал, что метеостанцию охраняем! Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах! Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выезжали! Так что постарайся! Ищи позывной «Ковчег»! Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку! Расстреляли охрану! Уничтожили патрульный бронепоезд! И удрали из Москвы! Ах... Тут и трибунал мне нужен! Дороги домой! Внимание! Ну-ка, ну-ка, а это что? Комитет по восстановлению базы «Ковчег»! Всем, кто слышит это сообщение... Всем слушать! Ну-ка! Объявляется общий сбор! Точка сбора! Код! 1-8-1-1-7-9! Ну-ка! Квадрат 1-8-7! Повторяйте! Объявляется общий сбор! Точка сбора! Код! 1-8-1-1-1-1-7-9! Ах... Гора Ямова! Ясно! Акшрут высловывается примерно такой! Вот наша цель! Так что, ты вот это имел в виду? Да! Именно это! Проект «Ковчег» — это целый подземный город! Огромные запасы техника! Лучшие специалисты! Это ставка верховного главнокомандующего! Там всё руководство страны! И они начали возрождать страну! Мы расскажем им, что Москва жива! Что всё было не напрасно! И всё изменится! Всё! Вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших! Ура! А с женщинами там, кстати! Как ситуация? Орлы! Ну раз такой случай... Дамир, доставай! Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что думал, не знаю? А, это... Это я мигом! Это я не поверил сначала! Ха-ха! Но до Урала путь не близкий! Давайте, что ли, обустраиваться как-то! Название этой развалине дадим! А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки! Да иди ты! Пизду! И ещё лучше! Да ну! А как насчёт Авроры? Богиня Утренней Зари и Крейсер... Вы сами знаете чего! Другое дело! Неплохо! Мне нравится! Красивое имя! Вообще норм! Но Крейсер чего? А, потом расскажу! Значит и решено! Ха-ха! Тогда Завр... Завроро! Артём! Давай на карту-то посмотрим! Ну, отметили и хватит, пожалуй! Ермак полный вперёд! Есть! Пойду я! Ничего себе! Маршрут! Сколько же нам туда ехать? Как ты, Лёша? О, Хадочка! Ждал от огона стрелок в сердце? О! О! О!